Вот Александр Марченко нам рассказал уже о традициях католичества, а сейчас мы узнаем из первых уст информацию от нашей гости. Все то, что он мне рассказал, расскажет вам Ирина Корнеева, журналист, блогер, она много лет прожила во Франции, свободно владеет французским же языком, поэтому, я думаю, расскажет нам все. Доброе утро тебе! Давай, сейчас блестни, комси-комсат и все остальное. В общем, мы тоже немного моем. Да, такие полиглотики. Ира, вот скажи, пожалуйста, ты, приехав на родину сейчас, Рождество отмечаешь? Ну, как сказать, отмечаю, но в таком домашнем большем кругу, потому что у нас у нее не принято, но при этом сегодня, например, ночью выдалась совершенно бессонной. Во-первых, боялась вписать к вам в эфир, это первое. Во-вторых, не спала, потому что в социальных сетях, себе на мейл получаю всевозможные сообщения от друзей, смотрю, как у них там все это происходит и так далее. Поэтому всеми, можно сказать, мыслями там. То есть тебя поздравляют, ты поздравляешь, да, я так понимаю, обязательно. А как у них это происходит там? Вот давайте теперь поговорим об этом. Значит, 24-е число, вечер, это сочельник, они собираются за праздничными столами, как правило, в семье, никуда не ходят к друзьям и так далее. А 25-го число, то есть сегодня, у них сегодня еще не наступил, у них еще вчера, это праздник целый день, это игрушки, это подарки и так далее. Но это тоже все в семье остается все-таки Рождество, это очень семейный праздник. Я знаю, что гуляют чуть ли не две недели всегда, закрываются, все магазины даже закрываются на Рождество. Так ли это на Рождество? А, вы знаете, заранее закупаются, я так понимаю? Ну да, провизии, наверное, закупаются заранее, чтобы тазикали еще. Вот у нас тоже, вот как у нас, что ли, они делают, так же, вот такие же горы продуктов, непонятно, как это съесть. Ну а почему нет? Люди все одинаковые. Ну, французов надо знать, французы немножечко не так, у них все, как правило, достаточно так. Как говорят, знаете, стол праздничный, это как театрализация. Каждое блюдо идет одно за одним, поэтому это как у тебя отреакт, один за другим и так далее. Но стол, если он чем-то так завалит, скажем так, это скорее украшениями, это какими-то аксессуарами и так далее. То есть, как у нас тазик оливье. У нас главный аксессуар. Совершенно верно. Он не только полезен, он настроение поднимает. Гладость и более того, скажем. А в нем еще поспать мягко? Да, конечно. Не столько у нас даже оливье, сколько у нас даже телевизор главный. Вот, вот здесь права, Ирина, вот здесь права. Слушайте, ну вот французы, с ними все понятно, а остальные европейцы, они как бы к Рождеству относятся все равно же, да? Трепетно. Трепетно, да. Ну да, это остается главным вообще праздником национальным и религиозным и так далее во всей Европе. Значит, я три года жила во Франции, первый год я справляла в Германии, два последующих во Франции. Я хочу сказать, что в Германии, конечно, такое же трепетное отношение к этому празднику, они очень любят. А Новый год они как бы так просто спустили на... Тормозах. На тормозах, так называем, да. Ну, я считаю, что самое лучшее празднование, какое только может быть, на мой взгляд, я немного где взяла, не была, я не была еще в Рио-де-Жанейро, я не знаю, как празднуется Новый год в Рио-де-Жанейро. А если вот брать, вот ты была в Германии, да, была во Франции, видела, как там Рождество отмечает, традиции разнятся от страны к стране, то есть обязательно индейка, я так понимаю, на столе. Индейка – это больше англосаксонные страны, это Англия, это Америка, да. Франция – это фуагра, очень невкусная вещь. Согласен, вот здесь так вот мне довелось попробовать как-то, я не знал, что я еду сначала, потом мне сказали, что это фуагра, я так, ну да. Не завидуйте тем людям, которые ели фуагра. Нет, не стоит, очень жирно, это просто какой-то паштет, на мой взгляд, абсолютно не безвкусный, но при этом очень дорогостоящий. Да, действительно. Вот, разнятся очень кулинарные скорее традиции, в Германии, во Франции и так далее, это понятно, а празднования, думаю, ну, везде одинаково. Кроме елки, есть какие-то еще такие символы Рождества, не знаю, может быть, какой-то веночек они обязательно, амела там же. Веночек, вот, кстати говоря, вчера дома пекла бревно, я знаю, а я знаю, что такое, Я обычно этим в баньке занимаюсь, амела. Бревно, это старинная традиция, они приносили из леса настоящее бревно, значит, в очаге его поджигали, да, это был символ домашнего очага, и все. Сейчас, конечно, ничего не разжигают, пекут, либо мороженое. И вот этот самый бюще де нуэль, французский, этот бревно, это полено, остается символом Нового года. Между прочим, мы тоже дома тот поленицу каждый Новый год печем, ну, там много бревношек, но маленьких. Я знаю, о чем вы говорите, Евгений, да. Ира, а можно вот такой вопрос задать? Вот смотри, несмотря на то, что вот такие скептичные, прагматичные немцы, да, а верят ли они в чудеса? Ну, о немцах я сказать не могу. Что-то о немцах, о французах, ладно. Она же отмечала один год. А французы, ты думаешь, другие какие-то? Они тоже такие же. Мне кажется, они отличаются все равно. Сухие, расчетливые, мне кажется. Ирина, твое впечатление. Ну, нет, мне не кажется, что они сухие расчетливые, нет. Особенно, что касается праздников, там все равно идет очень много вина, пьется и так далее. А, ну, то ли, тут все женяется. Тут границы стеяли, язык становится понятным. Я так говорю, потом они уже в чудеса, конечно же, верят. Да, что не спроси, причем спрашиваешь у них на французском, а они тебе на русском. Конечно, верю я в чудеса. А вот верят ли в них амурчанин, действительно. Это вопрос еще, поэтому давайте зададимся им и узнаем ответ. Нет. Да, как и странно. Можно влюбиться. Да, в любом возрасте. Да, ну, Новый год – это праздник самый лучший. Но в чудеса я не верю. Надо верить в себя. Нужно же верить в волшебство, то есть, верь же, Новый год, он пропитан чем-то таким волшебным. Ну, не знаю, под Новый год всегда что-то такое хорошее происходит. Праздник на дворе, атмосфера такая праздничная, что здесь сверкает. Ну, хочется верить в чудеса. Я тружусь и тружусь, вот это моя вера. А если сел, то уже и все. Как-то все всегда обычно проходит, но весело, здорово. Поэтому, наверное, все верят в чудо, потому что у всех хорошее настроение, все ждут праздника. Апельсиновое утро. А мы продолжаем беседу с нашей гостьей Ириной Корнееву. Ира, так сказать, вот можно... Давайте ее вызовем как-нибудь. Французовет. Да, можно и так. Да, как вы только не отзывали. Я не знаю, но как-то вот надо придумать тебе какую-нибудь прозвищу. Все, звание журналисты и блогера у тебя отобрали. Будешь теперь француженка просто. Вот у нас в гостях француженка. Да, Ирина, кстати, сколько лет уже в общей сложности ты там провела? Ну, если все сложить, то года четыре может быть, да, наверное. Ну, три с половиной так. А наставки не мучает. Мне просто всегда интересно, как люди уезжают, допустим, в другую страну. Очень мучает, до безумия. Вот сейчас представьте себе, плюс четырнадцать в Париже. Вот какой Новый год в плюс четырнадцать? Ну, это согласен не то. То есть нет, да, после Дальнего Востока уже плюс четырнадцать? Несерьезно. Там снег какой-то есть? Ну, бывает. Но прошлый год был бесснежный, сейчас плюс четырнадцать. Что будет дальше, неизвестно. Поэтому, как только Новый год, вот эта пора наступает, очень скучаешь. Да, смотришь, там иронишься и высыл в степи. Да? Конечно. То есть вот так это проявляется. Но тем не менее, Ирина туда все-таки собирается. Ну, да. Я так понимаю, она все-таки возвращается туда и возвращается, да? Ну, да, да. То есть как-то вот все-таки родной стал для тебя этот город? Ну, да, конечно. Франция не чужая, во всяком случае. Скажи, у тебя друзей где больше? Здесь или там? И там, и там, в некий либр. Да? Я стараюсь, да. И когда я пишу на социальных сетях какие-то статусы, да, я пишу на двух языках, как правило. Чтобы и тем сразу было понятно, и тем фотография, и комментарии. Слушайте, а вот у меня опять же вопрос, так же, как вообще у любого человека, который увлекается языками, а я таковым являюсь, вот ты думаешь на каком языке? Вы знаете, на разных, когда как. Я выхожу из автобуса, мне недавно там еще вот это, пардон сказала я, там еще какие-то. Вот иногда инстинктивно на французском вырываются, а там, наоборот, на русском очень часто бывает. Как-то вот. Я вам больше скажу, у меня тоже был такой случай, только не с девушкой симпатичной, да, и которая действительно французский знает. Выходил я из лифта и совершенно случайно задел мужчину такого экстравагантного вида, я его так назову. Вы знаете, что он мне сказал? Вот он мне прям повернулся, пошатывался, грамм, пардон. Мне было так приятно. Настроение на весь день просто. У нас все полиглоты, да, я так понимаю? На Дальнем Востоке тем более как-то это. Ира, откуда такая любовь вообще к Франции взялась-то в тебе? Она очень давно взялась, она еще в девятом классе взялась, репетиторство потом бралось и так далее. Переросло в обучение на НФАКе, ВГБУ и так далее, я по образованию чуть французского, потом всякие стажировки были и так далее. Скажи, пожалуйста, увидите Париж и умерете? Как кто? Тем более, учитывая, что там сегодня происходит, умирает, там совсем не хочется. Умереть хочется где-нибудь там на Таните. Так, подожди, теперь поподробнее, что там сегодня происходит? Забастовки там часто происходят, какие-то митинги, какие-то там, я не знаю, бои. И даже праздник вот никак не останавливает. Ну какие праздники в плюс 14, даже Рождество, это скучно. Вот так вот. Я позову себе еще один вопрос. Верну вас, девушки, к теме дня сегодняшнего. Пожалуйста, а то учит как-то совсем не влекается. Католическое Рождество. Ирина, вот были ли какие-то такие традиции, которые тебя лично удивили, с которыми ты познакомилась непосредственно там? На Рождество. На Рождество. На Рождество, на Рождество, на Рождество. Да, у нас очень интересная такая есть традиция, только в России существует, мне кажется, это надо держаться крепко за нее. Утренники детские, когда детки все переодеваются, снежинки, зайчики. Господи, это была моя первая психологическая травма. Вот, и кем был. А я снеговиком был. Я был зайчиком. А нет, зайчиком? Сначала был снеговиком, потом зайчиком, а потом водяным. Вот даже я знаю, кем ты был. А там есть во Франции? А там, представляешь себе, там этого нет. Правда? И поэтому мамочки, которые русские, да, выходят за французов там или как-то еще живут, они поэтому скучают сами, между собой кучкутся, сами там наряжаются. Сами утренники для своих детей. Да, во Франции это не принято. Ну вот как же? Вот так, без костюма, без бусинки, без зайчика. Это же история наша. Вот сейчас наверняка многие люди, так сказать, за 25, они вспоминают вот эти дни, когда действительно их одевали. Причем помните, когда еще костюмов-то вообще не было? Вот мамы же шили нам из чего? Вот эти вот замечательные балахоны. Из ваты. Из ваты. Из бинта. И папиной простыни.